Всем привет, дорогие друзья-враги! Прошу вас послушать внимательно, что я скажу. Конечно, может быть, кому-то не понравится, но тем не менее, это будет вам очень полезным буквально 5 минут. Даже если вы не курильщик, эта тема коснётся в любом случае вас. Если вы дослушаете до конца, вы поймёте, о чём я говорю. Это всё сильно сложнее. Ну, начнём с табачников. Как я ранее рассказывал, через лоббистов там пролоббировали запрет вот этих вот вейпов. Причём закон ещё не принят, а кематчикам уже дали указания, чтобы они ходили, на бегунках, знаете, бегали и закрывали вот эти вот магазины. Хотя закон ещё не принят. То есть здесь прямое вытеснение бизнеса под, ну, обыкновенный лоббизм под каким-то там бизнесом, под протекцией через кемат. Вы нормальны вообще? Вы что делаете? Вы что делаете? Я же вам говорю, вы просто уберите, и всё это прямым образом, реклама... Мы имеем полное право, у нас есть разрешение. Нет, сейчас вот Сенат закон выведет, и это всё уберут вообще. Как Сенат выведет закон, так мы и уберём всё. Уберите это всё, это прямым образом реклама, я сейчас 102 вызову. Вы что, ёптую, тупите что ли, я не пойму. Как выяснилось, у нас в стране табачники это самая богатая компания, то есть это налогоплательщик номер один. У них оборот от 100 до 150 миллионов долларов в месяц. За такие бабки можно, ну, в принципе, вообще любого купить, чем они и занялись. То есть депутатов там, потом есть вот такая вот Садыкова лоббистка, она через свои НКО деньги обналит и носит депутатам взятки просто. Вот она лоббирует запреты вейпов. Кальянов, кстати говоря, она добилась, чтобы их запретили, и постоянно рекламирует просто обыкновенные классические сигареты. Вы знаете, что в одном вейпе до 70 миллиграмма никотина, при том, что в сигарете 1,2. Сразу аж захотелось покурить. Но лоббизм табачников заключается в том, что они делают огромную ставку на электронные сигареты. То есть вот эти вот Глоу, Айкосы. В 2018 году ещё писали статью, что они на это делают ставку, и они продают устройство для нагревания табака себе в убыток. То есть ниже себестоимости, рассчитывая на том заработать потом на всяких вот этих вот стигах. Все эти бездымные сигареты, это запатентованная технология вот этих табачных лобби, монополий. Ну, здесь не монополий, а олигополий. Они вложили вот в эти вот бездымные сигареты порядком 12 миллиардов долларов. Всё это приносит им убытки. То есть они не получают вообще никакой прибыли с продажи вот этих Айкос, Глоу и так далее. Они рассчитывали как сделать? Сделать технологию и начать рубить бабки. А тут им помешали вот эти вот вейпы. И пошло в дело коррупция и лоббизм. В дело пошли всякие медицинские статьи за денежки, что эти Глоу, Стики, Айкосы, они не вреднее классических сигарет. На самом деле они настолько вреднее. Есть ряд статей медицинских, которые говорят о том, что они вреднее до 8 раз обычных сигарет. Поэтому они просто с помощью таких вот медицинских статей планируют убрать конкурента. Потому что в конкурентных условиях у них просто нет шансов. Нанимают всяких лоббистов, которые рассказывают, что они заботятся о здоровье. И потом рассказывают всякие ужастики, что вейпы содержат никотина кратно больше, чем одна сигарета. Причем умудряются сравнивать, допустим, тюбик 200 мл с одной сигареткой. При том, что в сигарете 1,2. 70 раз идет превышение никотина. Просто дикие какие-то манипуляции идут в ход. Причем за эталон берется еще максимальное содержание никотина в этих самых вейпах. А там никотина может вообще не быть. То есть это вопрос, кстати говоря, законодательного урегулирования. Вот сейчас принимается вроде как закон, и они вместо того, чтобы прописать там какую-то максимальную концентрацию никотина в этих вейпах. То есть снизить никотин, чтобы его было меньше, чем у сигарет. Или вообще убрать. Благодаря вот Садыковой эти вейпы просто запрещают и приписывают им какое-то максимальное содержание негатина во всех вейпах. Пока еще вейпы не запретили. Но прибыль из-за чрезмерной активности акиматчиков, которые вперед закону бегут закрывать вейп-шопы, у табачников уже выросла солидно. То есть на 70%. Это все, это прямым образом реклама, я сейчас 102 вызову. Вы что, еб-то, тупите что ли, я не пойму. Но самая ирония заключается в том, что у табачников тоже есть аналоги вейпов, на которые они делают ставку. Если вы в интернете наберете там, ну допустим, Views, вы увидите, что вот такие вот есть вейпы одноразовые. Там технологии штук 5. Все они тоже запатентованы лобби табачниками, то есть олигополии. И они их планируют продавать в Казахстане. Сейчас они не продаются. Они продаются в основном в Европе, потому что в Казахстане они просто не могут конкурировать с вейпами. И они вот отличаются от вейпов, ну в принципе ничем не отличаются, кроме цены. У них также одноразовые картриджи. То есть если вейп там надо доливать, а у них одноразовые картриджи. Из-за этого они, естественно, дороже. Если загуглите, там вы прям найдете какие-то квесты, которые снимают британцы, немцы. Они сидят, ковыряют эти Views, чтобы эти картриджи сделать многоразовым и залить туда жидкость от вейпа. То есть они делают из неразборного картриджа такой разборный, чтобы можно было использовать жидкость от вейпа многоразово. Как вы понимаете, это происходит, потому что картридж Views кратно дороже жидкости для вейпов. Ну и сама технология делать одноразовый картридж, скажем так, не очень соответствует зеленой повесточке. Мусора многовато получается сильно от этих одноразовых вейпов. И наполнитель в эти Views и вейпы – это одно и то же. Просто они запрещают, получается, сейчас вейпы, только потому что не могут с ними конкурировать. Вот она ваша рыночная хваленая экономика. И когда они запретят эти вейпы у нас, если вы, конечно же, не будете делать репосты этого видео, будете дальше сидеть, хлопать глазами, молчать, обязательно запретят. И вот тогда, когда эти табачники запретят, тогда они достанут из своих там закромов вот эти вот Views и их аналоги. У нас уже зарегистрированы их патенты на эту технологию и будут по двойной и тройной цене продавать ровно то же самое, что только что и запретили. То есть табачники хотят занять нишу всех этих вот бездымных сигарет – Sticky Glow, Icos, аналоги вейпов, но у них просто их убивает конкуренция. То есть они делают ставку на электронные сигареты, но не могут выиграть обыкновенную конкурентную борьбу. Тупите, что ли, я не пойму. И вот тут есть интересный момент. Помимо этого, если им удастся, а им обязательно удастся, если вы дальше будете сидеть гладенками жмахать, и вам будет просто лень поделиться этим видео. Если им удастся, то дальше готовится закон под электрокары. Опять же, китайский, то есть им мешает все китайцы. Вейп к нам заходит, да? Знаете откуда? Из Китая. Опять же, там сама причина, ну, сами понимаете, то есть не могут конкурировать. И тут интерес «смогу» вырисовывается, безусловно, да, под которого у нас прописан целый законопроект. Производство там автомобилей целое организовали, в Казахстане которого нет. Чтобы Нурлан Аркебуланович, ну, всегда находился в списке «Форбса», его дети тоже. Готовы? Да. Горанем, да? Тут также подключились производители сладостей. Они, оказывается, у нас тоже в топе индустрии, получается, по налогам. У нас покурить и шоколадки пожирать. Вот чаяния, в принципе, народа. Ну, то есть там Coca-Cola, Snickers, ну, олигополия по производству сладостей. То есть крупные игроки мечтают выдавить конкурентов, малых. И они планируют закон пролоббировать, чтобы ввести акциз на сахаросодержащие продукты. Сейчас вы предлагаете акциз на сахаросодержащие напитки. Почему тогда не запрещаете полностью сахар? Давайте производство сахара запретим, и ввоз сахара, все сладости. Министерство здравоохранения, скажем так, в одностороннем порядке не может внести запрет на тот или иной продукт. Мы, в соответствии с своими полномочиями, в соответствии с своими компетенциями, вносим предложение. Вносим предложение. То есть мы должны отрабатывать в рамках регламента, который есть на сегодняшний день. Тут же опять подразумевается закон под конкретных производителей. А конкурентов это просто, естественно, убьет. Ну, так же, как это произошло с табачниками, так же, как это с автопромом. В итоге машины подорожали, купить ничего невозможно, нужно брать кредиты под какие-то невероятные просто проценты. И дело не в таможенном союзе, и не в налоги на утильсбор. Тут целый закон написан под 20-30 человек от силы. И при акцизе на сахар закроется такая сеть, как Куликовский, там сеть кондитерок, точнее, ее отожмут. Там рейдерский захват планируют под этот закон уже, под разработанный этот закон принять. В общем, друзья, если вы сейчас сидите молча и не рыпаетесь, то, во-первых, запретят вейпы. На вейпы мне плевать откровенно, я уже говорил, что я бывший курильщик, я бросил, и вам советую. Если вы сейчас будете сидеть на заднице и не рассылать это видео, через полгода, ну, максимум через год, вы увидите подорожание электричек. Их будут продавать только официалы. Всем остальным запретят это делать. На зикар там всякие цена вырастет на 5-10 миллионов. Я, опять же, не фанат электричек. Если вы дальше будете сидеть на жопе, то у нас с рынка исчезнут там всякие кондитерки, молочка и так далее. Куликовский отожмут, сделают, ну, естественно, когда его отожмут, то сделают его полным говном. А вот куликовские тортики я очень люблю. Поэтому, ребят, сидеть и смотреть или действовать, это, конечно же, ваше дело, ваш выбор. Но сейчас на ваших глазах просто проверяют вот эту вот поговорку золотую. Молчание – знак согласия. Ну, вот такая вот у нас форма демократии. Молчишь – значит согласен. В парламенте сейчас есть сенаторы, которые колеблются некоторые, потому что лоббизм – это просто незакон. И есть те, которые хотят выступить против этого закона, потому что они понимают, что это просто незаконно, это коррупция. И вот они вот смотрят сейчас, что вы молчите, но вы покажите себя, что вы существуете, что у вас там не 10 человек, а что у вас сотни тысяч, а лучше миллионы. И тогда они, соответственно, вас поддержат, и вы поддержите их там сейчас, ну, грубо говоря, 6 депутатов. Надо как минимум еще вроде как 9. Вы покажите, что вы против лоббизма выступаете. Поддержите людей, чтобы они выступили против этого закона. Потому что лоббизм – это коррупция. Принимать законы надо со здравым смыслом. Я просто напомню биографию вот этой Джамели Садыковой. В конце 90-х и в начале нулевых она пролоббировала отказ в Казахстане от теста флюорографии на туберкулез. Там в больнице в каждой поликлинике стояла. И перешли, благодаря ей в том числе, ну, не одна, я там много их участвовала, на ПЦР-тесты, которые нам по завышенной, естественно, цене продавали наши товарищи и друзья из ВОЗ. И это спровоцировало целую эпидемию туберкулеза в Казахстане. Погибло? Это не шутки, это не какая-то ирония, я не гипертрофирую ничего. Погибла целая куча народа, реальных людей. За этим стоят в том числе и вот такая, как Садыкова. Они же это лоббировали. И это не геноцид был. Мне вообще нравится, когда все молчат, а у людей сколько погибло. Просто если лоббистам сейчас дать волю, они что угодно пролоббируют. История показывает на тех же ПЦР-тестах, ну, там реально тысячи людей погибло, это не шутки. Они как будто бы, скажем так, над кроликами в лабораториях над нами эксперименты ставят. И тогда начали ставить, и продолжат это делать. Причем флюра стоила тогда вообще какие-то сущие копейки. Они пролоббировали вот эти тесты сугубо из каких-то меркантильных финансовых интересов, потому что они стоили там, по-моему, в 150 раз, что ли, дороже. Вот они нам продавали эти тесты, рассказывали, что вот это правильно, так вот тестами делать. А флюра стоила вообще какие-то копейки. Почти даром от государства на все выходило. И они просто зарабатывали вот на этом. А эти тесты диагностировали туберкулез в какой-то вообще позднейшей стадии, когда человек уже был, блин, нежилец фактически. Это же дело рук лоббистов. Потому что если лоббизму законить, то завтра они полезут в медицину. Да в принципе они это лоббируют через министр здравоохранения, вот это Акмарала Альназарова, вот это вот новый министр, она прямо говорит, что Садыкова скажет, вот как скажет, так и будет. Если Садыкова скажет не лоббировать там запрет вейпов, то они не будут лоббировать. То есть у нас министр решает или, блин, Садыкова. Это говорит дословно министр здравоохранения, когда ей говорят, что она лоббирует какую-то херню. В общем, не хлопайте глазками, как говорил великий оппозиционер. Рассылайте, не рефлексируйте. Всем удачи, друзья, и берегите себя.